В главной роли Хулио Хименес. В фильме снимались Хуан Карлос Гутьерес, Хуан Себастьян Арагон, Луи Джей Карди, Патрисия Мальдунадо, Маргарита Ортега, Анна Мария Кампер, Фабиана Медина, Констанция Гутьерес, а также Хулио Медина, Карлос Компотте, Патрисия Эрколли. Режиссер Аурелио Велькарсель-Карло. Вечно у тебя какие-то идеи. Что ты теперь придумала, Пепетер? Я ничего не придумала, Фернандо. Я говорю только о том, что увидела, когда была в гостях у Мелиссы. Мне все равно, будете вы дружить или нет, если хочешь, ходи к ней в гости. Но, пожалуйста, тебе не рассказывай мне. Фернандо, пожалуйста. Ты только не делаешь, что говоришь о ней. Я пытаюсь выверсти ее из головы, а ты все время о ней напоминаешь. По-твоему, это хорошо? Фернандо, я бы ничего тебе не сказала, если бы не увидела своими глазами. Неужели тебя не удивляет то, что на фотографии они вдвоем? Они работали в цирке. Значит, это правда, они знакомы давно, они товарищи по работе. Поклянись, что ты говоришь правду. Если нужно, я готова положить руку на Библию. Я видела эти фотографии, я уверена в этом. Так же, как и в том, что меня зовут Мария Хосефа де ле Сантисима Тридендад. Фернандо, товарищи по работе. Должно быть, у них был какой-то номер, потому что на них были экстравагантные цветовые костюмы. Но это не самое удивительное, самая странная фотография Марухи Расури. Нет, это невозможно. У них не может быть связи с этой синьорой. Наверное, ты ошиблась, Пепет. Нет, уверяю тебя, что нет. Я всегда гордилась своей зрительной памятью. Я отлично помню эту синьору, я узнала ее, и это она. Честно говоря, в это трудно поверить. Но... Нет, Пепет, я не могу допустить, что существует какая-то связь между ней и Дамианом Мелисой. Существует без всяких сомнений. Между ними есть связь. И я все больше убеждаюсь в том, что здесь какая-то тайна. Я абсолютно уверена в том, что Мелисса не обманывала, когда говорила, что у нее нет любовных отношений с Дамианом Феррером. Алло. Алло. Доня Габриэл. Как поживаете? Мне очень плохо, и поэтому я вам позвонила. Помните, когда-то вы предлагали мне помощь? Пришло время ее принять. Мы можем встретиться и поговорить Дамианом Феррером. Доня Софиита, принести что-нибудь вам и девочке? Спроси у Роксаны. Я ничего не хочу, Кентина. Ну что с вами? Почему вы мне не расскажете? Утром вы куда-то уехали, вернулись очень расстроенные. Выходите из угла в угол, как будто что-то потеряли. Я разговаривала с сестрой. Она сообщила вам плохие новости о доме. И об этом тоже. Не расстраивайтесь, Доня Софиита. Вы можете заболеть из-за переживаний по поводу вашей мамы. Вообще-то она сама устроила себе эти проблемы, когда вышла замуж за такого плохого человека. Никто не вступает в брак, не узнав хорошенько своего жениха. А тем более такая умная, образованная сеньора, как она. У нас будут неприятности, Кентина. И не только из-за моей мамы и ее мужа, но из-за того, что угрожает Хуану и Оскару. Я не знаю, чем могу им помочь, Кентина. Доня Софиита. Неужели, возможно, еще какие-то неприятности? Разве мало того, что уже случилось? Да, и они гораздо серьезнее. Хуан и Оскар даже не подозревают об этом. Кентина, Ты не проводишь меня в комнату в подвале? Сеньора, что вам там делать? Неужели вы не боитесь? Вы столько времени просидели там заперти? Мне необходимо посмотреть в комнату. Вдруг там что-то есть. Но Дон Хуанита и Дона Скарита там все проверили, и нашли только какие-то страшные маски. Я боюсь туда спускаться. В таком случае я пойду одна. Постойте, Доня Софи, и я с вами. Как я могу отпустить вас туда одну? Черт возьми, где мое кресло? Неужели вы до сих пор не смогли его найти? Да ешьте суп, Дон Мартин, не переживайте. Вы еще даже не позавтракали, а голод для вас вреден. Без кресла мне еще хуже. Потому что я чувствую себя настоящим инвалидом. Я не из тех, кто может оставаться в постели, без движения целый день. Потерпите немного, Дон Мартин. Мне не нравится сидеть за пергодом, тем более в такой ситуации, как наша. Черт возьми, куда подевался этот негодяй? Почему вы не заставите его признаться, куда он спрятал мое кресло и ружье? Его нет дома, он куда-то уехал. Тогда пусть не ответит Габриэла. Габриэла! Сеньора тоже нет дома, она недавно уехала. В чем дело, Раву никто не говорит, где мое кресло и ружье? Неужели все объединились с этим негодяем и поощряют его преступление? Не говорите так, Дон Мартин. Вы же знаете, мы на вашей стороне. И также возмущены тем, что здесь творится. Но мы не смогли найти ваших вещей. Кресло и ружье не такие уж маленькие, чтобы Камила Монтеро смог их бесследно спрятать. Я с вами согласна. Я продолжу поиски, осмотрю каждый уголок. Этот негодяй хочет моей смерти. Он хочет запарить меня в четырех стенах, чтобы я не смог защитить Галилу Габриэлу, которая из свирепого волка превратилась в тихую овечку и позволяет сделать из себя жертву. Куда подевалась моя дочь? Она не сказала, куда уехала? Нет, сеньор. Она уехала, ничего не сказав. Я не знаю, где она может быть в данный момент. Габриэла! Габриэла! Похоже, он вернулся. Ее нет дома. Вы говорите, она уехала? У нее были дела. Какие дела? Где? Я не знаю. Она могла поехать в магазин или к доктору. Она должна была предупредить меня. Мне не нравится, когда жена уходит из дома без разрешения мужа. Она уже не свободна женщина и должна отчитываться передо мной в своих поступках. Вы ничего от меня не скрываете, Эва? Мне нечего от вас скрывать. Вы спрашиваете, а я отвечаю вам то, что знаю, сеньор Монтеро. Вы говорите, тише, не называйте меня сеньором Монтеро, потому что я доктор. Всякий раз, когда будете ко мне обращаться, говорите доктор Монтеро. Я вам никакая не буду черн. Где этот гладранец? Камило Монтеро. Пусть явится ко мне, если не боится. Негодный старик. Не трогайте его, пожалуйста. Если этот негодяй приехал, Эва, пусть придет сюда. Я не негодяй, и не нужно мной командовать. Что вы от меня хотите, сеньор Монтеро, чтобы вы вернули мне кресло и ружья? Не кресло, не ружья, ничего, абсолютно ничего. Вас понесут на руках, когда за вами приедут из дома престарелых, которые я намерен вас поместить. Вы здесь лишний старичок. Я покажу вам, какой старичок, как только буду в состоянии это сделать. Что вы теперь чувствуете, когда не можете передвигаться и угрожать не своим ржавым ружьем? Наверное, вы чувствуете себя таким, какой вы есть на самом деле, несчастным коллегой, который всем только мешает. Поблец. Если бы я только смог встать. Ой-ой-ой. Да вы просто сумасшедший, болтыливый старик. Старый и искалеченный. Но я больше степени мужчины, чем вы. Замолчите, старый негодяй. Неужели вы так ничему не научитесь? Отпустите его, отпустите. Старый идиот. Отпустите. Что вы делаете, сеньор Монтеро? Отпустите, Дона Мартино. Имейте совесть. Отпустите его. Не смейте кричать и трогать меня, критинка. Даже если меня выгонят из этого дома, я не позволю вам нападать на беззащитного человека. Если вы хотите расправиться с Доном Мартином, вам придется вначале расправиться со мной, потому что я буду защищать его любой ценой. И я тоже. Дон Мартином, я не знаю, что я буду защищать его. Таких полномочий никогда не было услуг. Дон Мартин. Эва. 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 Со мной. Ручится удар. Успокойтесь. Я вас смотрю. Распирим. Распирим ты глубже. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, Донни Габриэлла. Не забывайте о том, что вы всегда были сильной. Я остаюсь сильной, несмотря на обстоятельства. Ваша рассказа кажется мне ужасающим. Но поверьте, я не удивлен, потому что уже наслышан о подвигах Камилы Монтео. Я никогда ему не верил, поэтому я предложила вам помощь. Как я уже сказала по телефону, настало время принять вашу помощь. Вы считаете, что поступаете правильно, обращаясь ко мне? Вы не разуверились во мне после случая синие Риттерут? В ваших глазах я должен быть ничуть не лучше Камилы Монтео. Нет, в моих глазах нет. Я считаю вас достойным человеком. И верю вам, Донни. Благодарю вас, Донни Габриэлла. Хотя меня удивляет то, что вы обращаетесь ко мне с делом, в котором должна разбираться полиция. Ваша проблема слишком серьезна, и лучше было бы обратиться к властям. Вы имеете полное право обвинить своего мужа в избиении и жестотном обращении. Не хочу скандала. Пока я в состоянии что-то сделать, попробую решить эту проблему сама. И наиболее приватным способом, чтобы ни члены семьи, ни мои друзья не вмешивались. Хотя мне предлагали помощь и отец, и Химена, и Фернандо. И даже Хуана, и Оскар, и Рейсен. Почему вы не приняли их помощь? Они первые, кто обязаны вмешаться. Из самолюбия и из стыда. Я считаю недостойным обращаться к ним после всех глупостей, которые я натворил. Мне стыдно даже перед Пепитером, Дарус. Я не многого добилась, обретя свободу, Даниан. Следуя вашим советам, я пыталась доказать всем, что сумею обходиться одна. И доказала. Если вы считаете, что из-за моих советов оказались в тупиковой ситуации, зачем вы снова ко мне обращаетесь? Подумайте об этом. Дело в том, что я признаю свои ошибки. Из гордости я свернула с пути, который вы мне предлагали. Но сейчас я готова выполнять все, что вы скажете, Даниан. Буду следовать вашим указаниям беспрекословно. У вас светлая голова. И вы способны справиться с любой ситуацией, которая возникает. Не с любой. В отношении рук я проиграл. Повторяю, я вам верю. Иначе бы не позвонила. Вы говорите, что ваш муж посмел поднять на вас руку, требуя доверенности на управление вашим имуществом и уплаты всех его долгов. Да, это так. Вы отказались? Я стала решительно отказаться. С того момента, когда узнала, что речь идет о преступнике. Камила уничтожил семью Рейсов. Я и не могла помогать такому человеку. Я должна была бы противостоять ему еще решительнее, но мой отец Эхимена... Я не решаюсь. Они и так все видят. Камила может начать действовать против них. Кстати, он уже начал это делать. Жизнь в доме превратилась в ад. Это понятно. Я должна изолировать отца Эхимена. Я должна остаться с Камилой один на день. Вы думаете, что сможете защитить себя, оставшись с ним наедине? Да. Мой долг противостоять ему лично. Я готова рисковать. И я не боюсь его. По-моему, вы совершаете большую ошибку. Монтеро не простой человек. Не забывайте, он убийца, и вы будете в опасности. Я не знаю, что делать. Вот если бы вы меня научили. Я помогу вам. Вы не должны быть одиноки в этой борьбе. Я помогу, если вы готовы следовать моим советам. Я буду слушаться. Во-первых, вам не нужно избавляться ни от отца, ни от Эхимена. Они должны остаться с вами. Вы должны с ними договориться. Нет. Я не хочу вмешивать семью в эти проблемы. Доставьте свою гордость. Она и так принесла вам много вреда, Донья Габриэл. Ваш отец Эхимена должны остаться с вами. А вот от вашего мужа необходимо избавиться. Выслушайте внимательно все, что я вам скажу. Я не согласна с тем, что ты собираешься делать, Кристиан. Мы занимаемся своей проблемой, она слишком серьезна, чтобы ты давал обязательство помогать этой сеньоре. Неужели ты не понимаешь, что мы боремся против Оскара и Фуана Рейесов, а Дони Габриэлла и их тещик? Где логика? Я предложил ей свою помощь и должен сдержать слово. В этом есть логика. Меня не интересуют твои обещания. Займись лучше нашими делами. Я могу помогать Доне Габриэлле ни на минуту, не забывая о нашем деле. И какое у нее значение ее отношения с братьями Рейсами? Это совершенно нелогично. Я требую, чтобы ты поговорил с ней. Если ей нужна помощь, пусть ищет ее в другом месте. Ее преследует убийца, который нападал и убивал целые семьи. Этот человек обманул Пепиту Рандерас. Возможно, это он поджег бар Аль-Калак. А теперь этот мерзавец нападает на старика-инвалида. Как я могу отказать ей в помощь? Это не наше дело. Она сама виновата в том, что вышла за него замуж. Не вмешиваясь, особенно в такой момент, как сейчас. Подумай нашей матери. Я думаю, что она чувствовала, оказавшись одна в руках бессовестного и расчетливого человека, и задумавшего ее убить, для того, чтобы завладеть состоянием. Донья Габриэла переживает такую же ситуацию, как и наша мать, которая вышла замуж за Франку Рейса. Если бы мама могла кому-нибудь обратиться за помощью, возможно, она не была бы сейчас могилой. Поэтому я не должен и не могу отказать в помощи Донье Габриэле. Все затянется из-за твоего великодушия. Ты думаешь больше о других, чем о нас с тобой. Я стараюсь думать обо всем, потому что чувствую себя обязанным защитить ее. Это единственный человек, который мне доверяет. И я не могу ее обмануть. Куда ты ездил сегодня утром? Тебя не было, когда я заехал за тобой. Я сдала покупать лекарства. Благодарю, я имею право уходить, не отчитываясь перед тобой в своих поступках. Так же, как ты уходишь и приходишь, когда захочешь. Видишь эти документы? Мне необходимо, чтобы ты их подписала. Сегодня последний день, когда я могу уплатить свои долги. Тебе следовало быть дома. Да. Видимо, мне действительно следовало быть дома. Потому что ты воспользовался моим отсутствием и снова оскорблял на его отца. Служанкины жаловались. И, конечно, рассказали все по-своему. Хорошо, Габриэл. Уладим эту проблему прямо сейчас. Я не собираюсь терпеть этих выскочек в своем доме. Тебе придется с ними расстаться, Габриэл. Ты уволишь их немедленно. Не могу отрицать того, что ваше предложение меня глубоко взволновало. В первый момент я хотела отказаться. Но после долгих раздумий решила ее принять. Ваши слова меня убедили. Наверное, лучше избавиться от тайн и жить в реальном мире, о котором вы мне столько писали. Я хочу с вами познакомиться. Я говорю желанию быть с вами. Назначьте мне свидание, где вам будет угодно. Я приду. Я буду в темном костюме с маленькой розой на отвороте. Ты нахалка Химена. Я не знаю, что происходит, но она очень взволнована. Представьте, Доня Софии-то даже заставила меня спуститься в подвал. И все так перевернула, как будто что-то искала и не нашла. Честно говоря, София действительно ведет себя очень странно. И все из-за этих неприятностей с мужем и ее матери. Умоляю вас, будьте осторожны. Бедняжке очень плохо. И нет такой ни днем, ни ночью. Меня беспокоит София. Она нервничает. И я нервничаю. Химена посмела ответить этому нахалу. Посмотри, что она ему пишет. Нет, нет, сейчас не до писем. Эта нахалка посмела назначить ему свидание и хочет с ним познакомиться. Она бессовестная кокетка, которая не стыдится идти на свидание с незнакомцем. Я ничего для нее не знаю, что она забыла, что замужем. Ты сам виноват, Оскар. У нас только проблема в данный момент, а ты усложняешь себе жизнь. И причем так по-глупому. Это не глупо. Глупо, Оскар. Ты во всем видишь проблемы. В медальоне, который увидел урут. В письмах, которые пишешь Химене. Ты не занимаешься делом, которое действительно для нас важно. Делом Камилы Монтеро. Разобраться с этим убийцей очень важно. Но моя ситуация с Хименой тоже важна. Я пойду на свидание, которое она назначает своему поклоннику, и поговорю с ней. Я пристыжу ее, и пусть наш брак летит прямо к черту. Посмотрим, какое у нее будет лицо, когда она увидит, что ее отшельник и я один и тот же человек. Демиан, мне нужно с вами поговорить. Чаша моего терпения переполнилась. Я не собираюсь испытывать подобные унижения. Я мужчина. И заставлю себя уважать даже насильно, если потребуется. Вы хотите, чтобы я проявил волю? Что ж, я начну с увольнения служанок. За их наглость и дерзость. Не будьте смешны, теньюр, вы не имеете права никого увольнять. Не имею права, детка. Да я муж твоей матери. Хозяин в этом доме. Им не хватит власти, чтобы уволить любого, кто мне не нравится. В данный момент я считаю, что меня не устраивают эти слуги. Я хочу, чтобы они сейчас ушли. Я не желаю их больше видеть. Они мне мешают. Вам они мешают? А нам нет. Они служили нам почти всю жизнь. Мы считаем их членами своей семьи. Членами семьи? И не будь такой наивный Химена. Девушка из общества не может считать членами семьи своих слуг. Послушайте, вместо того, чтобы уволить плиты, лучше верните ружье и кресло дедушке. Я ничего ему не верну, ни кресло, ни ружья. Они ему абсолютно не нужны. Этого старого сумасшедшего мы отправим в дом престарелых. Это место как раз для него. Мама. Мама, что с тобой? Почему ты ничего не говоришь? Ты позволишь этому человеку уезжать нас? На него надо заявить. Он использует нас в корыстных целях. И оскорбляет. Мы не станем на него заявлять. И не будем мешать его желаниям. Ты что-то такое говоришь, мама? Неужели мы позволим ему издеваться над нами? Я очень сожалею, но он мой муж. И я не пойду против него. Если ты ничего не сделаешь, не думай, что я буду сидеть, сложа руки. Не сопротивляйся, Химена. Не пытаясь идти против нас, я не хочу, чтобы этот дом стал полем битвы. Я тебя поздравляю, дорогая. Поздравляю. И ты начинаешь вести себя разумно, и мне это очень нравится. А теперь займемся личными делами. Ты согласна? Идем со мной, дорогая. Я не верю глазам своим. Не понимаю, о чем мы можем говорить, Фернандо Искандон. Если вы хотите со мной поссориться, зря стараетесь. Я не ищу ссор. Я только пытаюсь во всем разобраться. В нашу последнюю встречу вы ничего не хотели выяснять. Ситуация оказалась слишком непонятной. Мы потеряли контроль над собой. Если вы хотите поговорить со мной, выберите другое время. Сейчас я спешу. Вы не спешите. Вы боитесь вопросов, которые я должен вам задать. Мы поговорим, где вам будет угодно и о чем угодно. Я не боюсь ни вас, ни остальных. Мы немного сдвинулись с места Габриэла. По крайней мере, мне стало легче. Я вижу, что ты начинаешь признавать мое положение хозяина в этом доме. Ты согласна, что служанки должны быть уволены? Как они могут быть уволены, если они отвечают за порядок в доме? Я их уволю. И нечего это обсуждать. Можно найти других служанок. Я не могу их уволить, не найдя им замены. Их не трудно заменить. Я сам займусь тем, что найду двух или трех новых служанок, которые будут выполнять свою работу молча, не вмешиваясь в дела хозяев. Я хочу, чтобы ты поняла только одно. К концу недели. Я не желаю видеть в доме ни Дору, ни Эру. Иначе я выставлю их насильно. Ладно. Поговорим о том, что меня интересует. Это на моих счетах в банке. Если ты подпишешь чек об уплате долг, я смогу упросить управляющего не подавать на меня в суд. Невероятно, они еще дают тебе время. Им давно следовало бы обратиться. Они это сделают. Если я не верну денег завтра утром, я не забираюсь в тюрьме из-за твоей неуступчивости, Габриэла. Если ты не поможешь мне, я пойду за все. Пожалуйста, не заставляй меня прибегать к Райне Герлин, иначе ты пожалеешь об этом, уверяю тебе. Это же целое состояние. По-моему, ты заложил даже душу. Ну, а ты очаровательная жена и спасешь меня, правда? Я не могу больше ждать. Мои терпения и время подходят к концу. Я предпочитаю пользоваться своей ручкой. Я предпочитаю пользоваться своей ручкой. Я счастлив. Ты не представляешь, насколько мне стало легче. Завтра с утра я отвезу этот чек в банк. Ты очаровательная, Габриэла. Это нужно как-то отметить. Сегодня вечером я приглашаю тебя в ресторан. Праздно один. Я никуда не пойду. Мне нечего праздновать. Я теряю слишком большую сумму. Нет. Ты ее не теряешь. Ты вкладываешь ее в меня, в своего мужа. Я вернусь поздно. Надеюсь, ты не обидишься. Не волнуйся. Я не обижусь. Я привыкла к тому, что ты приходишь поздно или вообще не приходишь. Я уже говорил. Ты ведешь себя как образцовая жена. Я тебя обожаю, Габриэла. Обожаю. Субтитры сделал DimaTorzok Я полагаю, вы хотите поговорить со мной за Пипитой. Она продолжает обещать в Мелису. В отличие от вас, Пипитой верит в Мелисе и уважает ее. Если бы вы были на моем месте, как бы вы отреагировали, увидев любимую женщину в объятиях другого? Я никогда не был в такой ситуации. Я полагаю, я бы постарался сдержаться и выслушал ее. Я сдержался. Вы знаете, я хотел ее выслушать, но она ограничилась фразой о том, что вы друзья. А для меня это не объяснение. Вам следовало ей поверить. Вы ведь не застали нас за чем-то постыдно. Мы обнимались, это правда. Но друзья тоже обнимаются. Возможно, вы недостаточно ее любите. Я люблю ее так сильно, что не могу жить без нее. Я пытаюсь выбросить Мелису из головы, но это невозможно. Я думаю о ней днем и ночью. Я не могу украть ее сердце. Моя предположение о том, что я ошибаюсь, доводит меня до безумия. Теперь мне кажется, что вы ошибаетесь. Что же заставило вас изменить свое мнение? Могу я узнать? Вы работали с ней в цирке. Что еще вы узнали? Ответьте, да или нет. Да. Это было давно. Значит, вы были любовниками. Думайте, что хотите, но теперь все равно Фернандо Искандон. Скажите мне правду. Я не хочу быть несправедливым к Мелисе. Почему вы не подумали об этом до того, как назвали ее шлюхой? И решили, что она изменяет вам со мной. Ради всего святого. Будьте честным и рассудительным. Скажите мне правду. Я люблю ее так же или больше, чем вы. Ради нее я готов отказаться от всего. Я так и сделал, когда потерял руку. Я прял всеобщее презрение выжищенной теми бессовестным авантюристом. Возможно, во мне есть что-то от авантюриста, но я не бессовестный. Мелиса не моя любовница и никогда ее не была. Это единственное, что я могу сказать. Вам будет трудно ее вернуть, если мы сильно ее обидели. Легче прощать людям, которых мы не любим. Гораздо труднее с теми, кто нам дорог и в ком мы разочаровались. Хотите совет? Не ищите встречу с Мелисой, если вы не уверены в ее преданности. Последний вопрос. Какое отношение вы имели к Мурхите Расу? Мурхите Расу С моей и дочерью спорить бесполезно. Ты готова пойти на дно и утопить всех нас? И когда же ты выгонишь Эллу и Дома на меня? Когда ты собираешься сдать меня в приют за ненадобностью? Предупреждаю. Я просто так не сдамся. Даже без моего инвалидного кресла. Я буду сопротивляться до последнего. И лучше умереть, чем оставить тебя одну в руках негодяя, который в конце концов расправится и с тобой. Химена, будь добра, позови Эву и Дору. Зачем? Мне нужно с вами поговорить. И поскольку мой отец не может выйти, мы сделаем это здесь, пока Канила не вернулся. Что? Что ты еще задумала, Габриэл? Ты не слышишь, Химена? Позови их. Передайте своей подруге Пепите, что когда приходишь в чужой дом, нужно вести себя прилично. О какой она имеет отношение к моему вопросу? Вы думаете, я не понимаю, что произошло? Раз вы спрашиваете меня о Марухите и Рассу? Пепита появила любопытство, когда была у Мелисы и нашла фотографию этой сеньоры. Ответьте на мой вопрос. Какое отношение вы имели или имеете к этой сеньоры? Я ничего не скажу. Если вы действительно любите Мелису, не спрашиваете больше ничего, вы можете ей навредить. Мне необходимо знать правду. Если вы проявите терпение, то все узнаете. Но пока держитесь от всего этого в стороне. Вам покажутся странными мои слова, но я надеюсь, что вы будете очень внимательны. Вам будет сложно собраться еще раз. В отсутствие Камилы. Не правда то, что он сломил меня. Я уступила всем его требованиям, что бы он ни говорил. Ни вы отсюда не уйдете, ни ты, папа, не окажешься в приюте. Я признаю, что допустила самую большую ошибку в своей жизни, связав судьбу с таким презренным типом, как Камила Монтеро. Я признаю, что пыталась бороться с ним одна. Это невозможно, мама. Ты должна попросить о помощи. Я все давно поняла. И поэтому решила обратиться за помощью к единственному человеку, который способен мне помочь. Я не хочу никого из вас в это вмешивать. Поэтому обратилась к Дамиану Ферреру. К Дамиану Ферреру? Что за глупости, ты говоришь? Пожалуйста. Выслушайте внимательно все, что я скажу. И не перебивайте меня. Он очень проницательный человек, и сразу догадался, что ты была излишне любопытна в доме Мелисы. Значит, он ничего не отрицал? Не отрицал и не утверждал. Но знаешь, дал понять, что он и Мелисы мог бы быть как-то связаны с Мрухитой Расулем. Значит, в этом деле все-таки есть какая-то тайна. Об этом я тебе и говорила с самого начала. В любом случае, это селье с ней не связано. Я не знаю, что делать с Мелисой. Этот человек сбил меня столько. Кроме того, он настойчиво утверждал, что у Мелисы никогда не было любого из связи. Эпита. У меня голова раскалывается при мысли о том, что я ошибаюсь. И если это так, я никогда себя не прощу. Что ты собираешься делать, Фернандо? Он просил меня держаться в стороне. Но сейчас же позвоню Мелису. Походи мне с ней поговорить. Не делай этого. Ты еще больше все осложнишь. Потерпи немного. Проанализируй ситуацию. Не с Мелисой надо разговаривать. Если ты хочешь что-то узнать, надо действовать по-другому. Эпита. Что может скрываться со всем этим? Какая тайна? Подумайте обо всем, что вы затеваете с этим сеньором, Дамианом Феррером. Вы не можете связываться с таким человеком. Вы опять обожжетесь. Я полностью доверяю Дамиану. Иначе я бы не стала к нему обращаться. Как можно ему доверять после того, что он сделал с моей дочерью? Он может оказаться таким же негодяем, как Камила Монтеро. Даже не сравнивая их. На свете нет более разных людей, чем они. Я не знаю, что заставило его обмануть Рут. Если он, конечно, ее обманул, но я не сомневаюсь, что могу ему доверять. Это решено Ави. Это не та помощь, которая вам нужна. Вы совершаете еще одну ошибку Дони Габриэла. Ты хочешь, чтобы я осталась одна и позволила Камилу нас уничтожить? Я не смогу с ним общаться. Я не смогу смотреть ему в глаза после того, что он сделал. В таком случае ты можешь уйти. Воспользуйся тем, что Камила тебя уволила. Вернешься сюда, когда все будет кончено. Но я не отступлю. Меня не остановят твои предубеждения против Дамианы. Вы не оставили мне выбор, как я могу уйти. Когда вы больше всего во мне нуждаетесь. Я не могу вас бросить. Мама, мне нужно с тобой поговорить. Нам не о чем разговаривать. Все уже сказано. Мама, пожалуйста. Это срочно. Скажи, какие у тебя причины, чтобы быть против него? Пока я не смогу тебе ответить. Все это так странно. Все видят в Дамиане странного человека. Именно это и подтолкнуло меня к нему обратиться. Он не такой, как все. Он не прибегает к насилию, к скандалам. Дамиан очень тонкий человек. Разорливый. И очень умный. Лучшего союзника мне сейчас не найти. А кто не желает с ним сотрудничать, может уходить. Я уже сказала об этом Эве. Повторяю и тебе. Хорошо, мама. Делай, что хочешь. Я надеюсь, что помощь Дамиана будет для тебя самой подходящей. Хотя меня не покидает предчувствие того, что мы снова ошибаемся. Ты совсем не знаешь, Дамиана. И даже не подозреваешь, кто он. Я же говорил, что вы не пожалеете, если поверите мне, и дадите еще один день, прежде чем переходить к крайним мерам. Я человек слова и выполняю свои обязательства. Вы принесли деньги, да или нет, сеньор Монтеро? Я заплачу вам весь долг. Все до последнего центава. Доктор Баккеру? Я принес чек, подписанный моей женой. Как вам известно, она человек уважаемый и вполне обеспеченный женщина. Я отдал бы вам деньги раньше, но у нас возникли некоторые недоразумения, и моя жена, сеньора Габриэла, не смогла подписать чек. Можете изучить этот документ и сверить сумму, которую я вам возвращаю. Что это за шутки, сеньор Монтеро? Какие шутки? Вы отдаете мне чек, на котором ничего не написано. Нет. Позвольте. Не понимаю. Я сам видел. Сам. Видел, как моя жена подписала вечером этот чек. Я лично его проверил, чтобы не было никаких ошибок. Как же так? Почему теперь он чистый? Возьмёшь, вы перед чеками и принесли мне другой чек? У меня нет другого. Это он. Он самый. У меня нет другого чека. Я не расставался с ним даже ночью. Не понимаю, что произошло. Оставь это Дора. Я должна его хорошенько спрятать. Камила не должен ее увидеть. Этот подарок дорогого стоит. Он над Дамиано Феррери. У меня столько проблем, что голова идет кругом. Ты обещала, что будешь держать меня в курсе событий, а сама ничего не рассказываешь. Химена. Фернандо, я была так заметна своими делами, что у меня не было времени тебе позвонить. Может, я тебе надоел? Да нет, что ты. Спасибо тебе за заботу, но почему бы нам не поговорить позже? Я опаздываю. Меня уже ждут в студии звукозаписи. Ладно, скажи только, как Габриэлла? Как ее отношения с сеньором Камилом Монтеро? Фернандо, столько всего произошло, что я не успею все рассказать за одну минуту. Сеньорита Круси, здравствуйте. Здравствуйте, Хюдату. Все уже пришли? Все, кроме режиссера Ларкона. Это письмо принесли сегодня утром для вас, сеньорита Круси. Его принес посильный, вместе с этими цветами. Спасибо. Фернандо, давай поговорим в обеденный перерыв. Нам действительно нужно встретиться. Я хочу тебе многое рассказать. Ты должен это знать. Ваша внучка Химена ушла на работу очень взволнованная. Она не хотела ехать, но Доня Габриэлла ее заставила, сказав, что мы должны вести себя, как будто ничего не происходит. Я согласен с Габриэллой. Мы вынуждены притворяться, что смирились со своей судьбой. Этот негодяй не должен ни о чем догадываться. Я не верю в планы Донни и Габриэллы. Она должна была попросить о помощи у кого-то другого, только не у Дамиана Феррера. Ты очень нервничаешь. Это естественно, Дон Мартин. Как мы можем надеяться, что этот человек нам поможет в такой серьезной ситуации? Он так же опасен, как Камилу Монтеро. Дамиан Феррера воспользовался обманом для того, чтобы завладеть рухту. Всем известно, что он за человек. Возможно, что ты говоришь правильно, но, несмотря на то, что нам известно о Дамиане Феррере, он есть что-то такое, что внушает мне доверие. Дон Мартин, как вы можете? Я не знаю, что нас ждет, но если Габриэл решил к нему обратиться, мы должны принять его помощь. Нельзя сидеть, сложа руки и смотреть, как Монтеро делает все, что ему вздумается. Я готов объединиться даже с дьяволом, лишь бы уничтожить этого негодяя. А у Дамиана Феррера есть что-то от дьявола. Именно это нам и нужно, чтобы противостоять такому подлецу, как Камилу Монтеро.